Здравствуйте, друзья! И сегодня мы с вами посмотрим игрушку Total War Warhammer. Я давно её ждал. Очень люблю мир Warhammer. Первый Warhammer я играл в Dark Command. Там как раз были гномы, эльфы, люди. И против всяких орков гоблинов воевали. Так вот, играть мы будем за гномов. И у меня был вообще выбор гнома или орки. Но подписчики сказали, что за гномов. Поэтому я начну за гномов. Значит, особенности гномской фракции. Стойкие и дисциплинированные войска. Мощная дальнобойная артиллерия. Развитая экономика и торговля. Обширное дерево военных и гражданских технологий. Спротивление магии. Большие расходы на наём и сдержание войск. Нет всадников. Это, я считаю, за минус. Малая численность отрядов и нет магии. Ну, ещё они, если честно, медленные. Механика. Могут захватывать только территории зеленокожих и других фракций гномов. Обиды. Действия врагов приводят к появлению особых заданий, которые необходимо выполнять для победы в кампании. Подземные пути. Армии могут перемещаться по подземным тоннелям, преодолевая необходимые участки местности и уклоняясь от встречи с врагами. Так, ну это я читать не буду. На паузе сами почитаете. Так, что у нас из отрядов? Бомбовоз. Борьба с пехотой. Бронебойные выстрелы. Доспехи. Боеприпасы 210. Так, Мстители. Борьба с крупными целями. Быстрые по меркам гномов. Спиртельный удар. Вихрь топоров. Железные ящеры. Так, уязвимость против брони. Это значит они неуязвимы что ли? Или что это? Что значит? Этот отряд не способен прозбивать доспехи и поэтому бессилен против тяжеплогонированных. Так. Дракострелами. Ага. Так, ладно. Что ж, давайте продолжим. Так, у нас есть два лидера. Это значит Торгрим и Унгрим. Торгрим. Лидер фракции. Сильный лидер воин ближнего боя. Стоимость строительства минус 10%. Содержание минус 10. Для долгобородов и молотобоиц. Так. Нет, давайте-ка мы выберем. Мы поиграем за Унгрима. Рыжего. Бродатого. Сложность ставим высокую. Это считается как средняя, по идее. Потому что я уже писал у себя в группе ВКонтакте, там, уровни сложности. Там сами разработчики говорили, что они понизили. То есть уровень сложности ниже, чем в Атиле. Сразу скажу, что я игрок так себе. И не стратег никакой. Поэтому сильно не бомбить. Ну что ж, давайте начнем. Старый свет терзают бесконечные войны. Так было всегда. Всегда, пока стояли эти вечные горы. Поехали. Красиво у них там угномов. Но начинается новая буря. Она дает храбрым шанс начать эру возмездия. Я явился к верховному королю гномов и возвестил о новой эпохе. И стал его правой рукой. О, а почему здесь Торгрим, а не Унгрим? Я пришел вовремя. С юга идут ужасные вести. Зеленокожие собираются под знаменем нового вожака. Сейчас мой господин Торгрим злопамятный ведет свое воинство из кара за карака, сокрушая всех врагов на своем пути. Чтобы вернуть кара за анкору былую славу, он должен истребить подлых зеленокожих. И он начнет с тех, кто собрались в тени вечного пика. Угу, окей. Священная вершина кара за карака снова в безопасности. Испугавшись вашей мощи, зеленокожие и трусливо бежали в свои логово. Сейчас догоним. Священные столпы восточных гор по-прежнему оскверняют орки кровавых пырял. Прежде чем возвращаться в карак Кадрин, их нужно уничтожить. Собирайте воинство и выступайте. На юге кровавые урхи и гроби готовятся напасть на ваших родичей. Ищите союзников среди своего народа, чтобы отомстить за былые обиды. Окей. Наступила эра возмездия. Вы знаете цену клятвам о Король Мстителей, так поклянитесь, что Каразанкор вновь обретет величие. Клянусь. Так, вот и первая обида. Сгромить в браю армию, принадлежащую этой фракции. Окей. Мой король, все зло, причиненное вашему народу, записывается в Дамаскрон, священную... Ну, это понятно, ладно. Ну что ж, первая битва. Я хочу сразу сказать, что битвы я, наверное, буду снимать в кинематографическом как бы варианте. Тут есть камера кинематографическая. То есть я сначала сделаю битву, ее я вырежу, и вместо нее буду вставлять уже как бы в виде фильма всю битву. Постараюсь я показать все эпичные сцены. Ну что ж, давайте приступим. Придет битва. Тщательно оцените свои шансы. Враг уже близко. Окей, окей. Так. Сохраняемся. Ну, что так долго? Ну, что так долго? Итак, давайте посмотрим сначала нашу карту. Она такая вся в ямках, враг у нас находится на противоположной стороне, ну вот они краснокожие, блин, а классная графика сделана, но это конечно не максимальные у меня настройки стоят, у меня стоят... По-моему высокие, да, высокие... Потому что тени я отключил... Так, а где у нас вражеский главарь? Вот он. Ну, в общем, я решил сделать как? Так, пойти... Сейчас, включу я. А, я здесь рисовать даже не могу. Поставил специально один отряд здесь, отвлекающий. Чтоб они на него, если что там... Они нападать сразу не будут. Про это, как бы, первой миссии. Вот. Ну, просто, чтоб сюда не кли. А я потихонечку занимаю ихнюю высоту, чтоб они меня сверху вниз не обстреливали. И... Сейчас будет сам бой, давайте я ускорю. Наши тоже такие красавцы идут. Здесь вот непонятно, кому-то достался шлем, кому-то не достался, блин. Что самое интересное, меня радует то, что не все под одну копирку. Вот кто-то с черной бородой, кто-то с белой бородой. У кого-то вообще, вон, серая какая-то борода. С косичкой его. Хе-хе-хе. Вообще, классно. Но это наши... Это наши... Блин, забыл, как... Громовержцы, по-моему, да. Так, я здесь... А, громобои это, громобои. Это Забияки. Арбалеты у них. Так, ну что ж, смотрим. Так, встаем на позицию. Так, вот про этот отряд я, конечно, забыл что-то. Ну вот, давайте посмотрим сейчас, как будет происходить дело. Где вы тоже? Блин, норки все-таки тоже прикольные такие. Так, выхожу на позицию. Я просто сюда их подвожу, потому что мне надо, чтобы они сбоку стреляли. Это все-таки с ружьями. Вот они, не получилось у меня. Все-таки они раньше дернулись. Я просто хотел издалека пострелять. Ну и смотрите, как красиво. Сами автоматически щиты поднимают. Давайте посмотрим, как в них стрелы летят. Ух, у нас гоблины ссаны. Побежали, побежали, блин, увидели. Так, ну-ка давай. Битва. Ништяк. Понеслась. Удар, конечно, у них мощный. Вставай. Чего развлекся? Ой, классно, вообще классно. Не знаю, больше всего интересует смотреть так, а не всякие вот эти вот тактики наши вот обстреливают. Дальних лучников. И вот я, видите, вывожу их, разворачиваю и сейчас буду стрелять сбоку. Надо было, конечно, чуть-чуть подальше. Ну, вроде нормально вот сбоку идёт. Заходит в них. Это наши вот мясники, я их называю. Ооо. Это тот отряд, который был заныкан и я отправляю уже в бой, чтобы с фланга зашли. Одних лучников практически выкосил. Так, и здесь, походу... А, всё, их не этот умер. Завалили мы их. Ну и всё, походу, они бегут, да? Да, всё это, убегают они. А, вот, вот я его ещё пытаюсь сейчас догнать. Потому что надо его убить, не дать ему бежать. Мне осталось чуть-чуть. Это в жопу напихиваю убегающему отряду. Ну и отлично. 50 всего лишь потеряли. Так. Нам... Денежки у нас есть? Есть. Так, отлично. Сейчас... Да, да, да. Сейчас мы это... Наймём. Три отряда, хотя бы. Здесь мы опыт походов возьмём. Дальность перемещения на 10%. И потом будем ветку качать в атаки. Он будет милишником у нас. Так, а ты у нас ещё ничего же не получил, да? Печалик. Скорость исследования, хорошо. Доход от поселения надо. Доход от поселений. А, ну всё. Конец хода. А, стойте, почему конец хода? Мы берём, строим здесь это. Это пока не разрушаем. Потом перенесём его сюда или потом вообще сюда. Потому что... Мне здесь нужны... Нужны будут... Где, 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 где? Вот этот ангар. Для вертолётиков всяких. Ну и так далее. Так, есть высокую стану. Так, здесь. Что у нас... Гарнизон какой. В принципе, маленький. Можно... Атаковать, я думаю. Давайте. Да. Такое. Так, автобой я опять не буду включать. Нафиг надо. Потому что я... Пробовал. У меня постоянно на высокую сложность теряются... Мстители. Такое ощущение, что они кидают Мстители вперёд, а все за ними идут, думают... О, сейчас, блин, Мстители всех вырежут. А они вообще без брони. И дохнут. Так, у нас зима. Непонятно было, откуда они пойдут, поэтому пришлось разместить их посередине. Наши красавцы. Бородатые. По флангу я... Пустил лучников и наших громобойцев. Громобоев. Посередине я ставлю всегда... Нашего... Генерала или... Лордов, которые в дальнейшем там будут появляться. Так, чтобы у них есть радиус специальный, чтобы охватывал больше... Возьих своих, чтобы бафать. Вот они тут бегают. Понятно, что тут делают. Думают... Откуда же я начну нападать? Вот видите, тоже хорошо. Я заныкался и иду. А они пойдут на замельчишли. Где я? Куда пропал? А я сейчас хоп. Из-за горки так. Что-то я себя не вижу. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А вон, вон, видите? Вон, вдалеке. давайте увеличим идут их не видно есть тут бегают туда-сюда как же я пойду даже пойду давайте еще увеличим что быстрее был как начну нападать я уже уменьшу скорость и таки вот я увожу лучников и собираюсь сейчас их атаковать сначала лучниками чтоб поменьше потерь было а потом уже там уже всеми остальные слоу моушен так что генерала своего потерял немножко расставляя их специально под углом чтоб если зашли войска мы их так и пойдет час обстрел так нет это пока я поставил чтобы не зашли ко мне с фланга на всякий случай и вот кто лучники это не лучники это забияки блин название у них конечно прикольно а это кто такие гномы и воины гноми и воины так и чё вы встали а я походу здесь что ли и чуть-чуть я встал не понял я кого-то потерял что четыре плей страны чё все стоит не понял я сейчас буду обстреливать балетчики наши давайте посмотрим как будут у нас стрелы лететь точнее ворк полетели да вот они щитами прикрывались не не а потом все таки передумал у них стрелять потому что здесь надо пробивными зарядами у нас же не бесконечные стрелы если были бесконечные стрелы то конечно я стоял стрелял все так и стрелять как и он ведь практически не ношу им дамага никого не убивая сейчас вам последний залп и все все я переключаюсь научников нет смотрите еще что я стреляю кто у нас гнашрак блин ты хороший стрелять же что-то стреляешь не видишь и бесполезно нафиг туда стреляешь и шайтана мы капец да все поменял я наконец-то отряд решил я в этих стрелять лучников как раз дальнобойные по моему лучники сейчас посмотрим это дальность 135 у этих дальность 110 у меня все равно больше дальность входит хорошо так но я увеличу скорость потому что я стоял просто пока у меня патроны не закончились я их обстрелил они все перестраивались и перестраивались все я не стал их добивать потому что отряд маленький я решил переключиться на других на этих теперь стрелков чтобы побольше места забрать они они видите вот эти вот начали меня доставать тоже побежали он начали меня доставать хахахаха пока прикольно так это сделан все все и тут понеслась я понял что надо выдвигать свои войска и мы двинулись тоже на них сейчас начнется великая мясорубка давайте замедленном действие посмотрим как нет рана в атаку сейчас столкновение будет такие прыжки ну клево клево не нравится сделали классно давайте посмотрим как этот а он промахнул следом он на меня побежит ладно ну чё ты убегаешь-то он решил в жопу этим зайти тоже правильно и тут я бегу тоже мясо ну-ка давай-ка ступни ему ты чё там блин на наших пацанов о все убил его а у него же по-моему оставалось там чуть-чуть и вот наши опять тут не в тем конечно я зашел надо было обойти вот наш унгрим унгрим же да да унгрим все они дрогнули начинают рассыпаться убегать это вот наши громобои тут стреляют в спину стук трупов да да зажимайте их зажимайте это наша земля все всё 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 что Продолжение следует... 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 А я могу сделать засаду? Да. Надо ее поймать сейчас. На лед. Денежки ворует, да, сучка? Ладно. Снимаемся. В атаку. Куда, куда? Я расслуживаю. Вперед? Ха-ха. Ага. Давайте-ка сделаем вот так. Поближе подойдем. Вот так вот. И этим атакуем. Здесь, я думаю, автобой сделаю. Я сохранюсь сейчас, и потом посмотрим. Если слишком много, он умрут у меня, то я не буду делать автобой. Сука. Я так и знал. Нет. Пошли нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Долбаный автобой. Ну вот видите, что бывает с автобоем. Я не понимаю вообще, как работает автобой. Он здесь брони, которого, наверное, как мясо пускает впереди себя, впереди остальных отрядов. Ха-ха-ха. Блин. Забыл это дать. Ну ладно. Забыл, забыл, забыл. Забыл дать знамя. Руны эти. Так. Здесь у нас, значит, подкрепление сейчас будет. Давайте посмотрим. Прям. Я сначала думал, что они прям сразу на меня двинутся. Колесницы, блин, такие. Прикольно. Хе-хе-хе. Монгол. Хе-хе-хе. Слушайте, ну вообще классно, ну классно. Мне нравится. Вот. Гримгур. Зеленошкур, по-моему. А, это курушка. Не лопус. Хе-хе-хе. Сука. Так. Эммм. Здесь вот какая-то непонятная, так сказать, проблемка. А, подождите, это не тот бы. Я думал, что тут... А это ей, это мой, это мой. Все, 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 все. Просто когда, допустим, кто-то из искусственного интеллекта к тебе так же приходит, то ты ими управлять не можешь. Вот так вот. Ну что ж, я их решил расставить. Посмотреть, как себя поведет компьютер, что он будет делать, куда он двинется. И взять его уже в окружение. Сейчас поначалу опять, как всегда, обстреляем его в позиции. Ну, давайте-ка. Угу. 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 Нет, он просто перегруппировался, да. Да, он пока просто перегруппировался. Угу. 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 Т repaii. Угу. Т� пaтый. Угу. 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 Даже не конец это с собаки он, а или волки это, на волках по-моему, да, гоблинский колесниц, да, с волками. Ну и понесётся сейчас опять. Вот, наши побежали уже. Так, этих я отвёл кирками своими, тут я ещё сзади обхожу их, зажимаю. И вижу, что на меня сейчас выдвигаются колесницы, начинаю вести по ним обстрел. А пока тут заняты эти, мы этих зажали. И наши уже сзади, это Мстители, я их отвёл сзади и зашёл в тыл. И вот наша уже вторая армия подходит, начинаю разгребать там лучников и сейчас приведу их сюда. Вот он, видите, как мощно бьёт, очень. Где, кстати, наш? Наш здесь воюет, да. Я решаю его отправить сюда, на помощь нашей. Ну чё, встали, давайте, помогайте своими. Он сильно бьёт, да, сильно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Эти пытаются... Во, всё, чё? Наш пришёл. Сейчас он тебе покажет. Ну я там вдалеке, он гоняя лучников. Всё. Они дрогнули, побежали. И сейчас... Надо не дать ему уйти. Всё. Я его убил. Если бы это... Автобоем... Вообще пипец какой-то творец. Так, денежка у нас есть. Денежка у нас есть. Так, обида выполнена. Отлично. Скорость, сила оружия. Так, мы опять против зеленокожих. Но сначала даём. Так. Так, 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 так. Не надо. Здесь у нас дальность перемещения опять сначала. И здесь мы тоже увеличиваем, улучшаем. Так. Вот этот вот идёт сюда. Надо быстро переместиться. Сейчас. Мой господин. Один из наших врагов желает перемены в отношениях. Ну, да, давай, я согласен. Я почему нажал согласиться? Блин, козлин. Я так и думал, что он перепрыгнет. Ха-ха. Скотина, блин. А если я... Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Так, ага, отлично. И давайте на всякий... А, мы резерв не можем нанимать, да? А у нас тут сколько помощи, если что? Что? Ну, помощнее не будет армия уже. Ладно, сидим, ждём. Ванраг. Суммон Мэйзи, Гэр. Суммон Мэйзи, Гэр. Суммон Мэйзи, Гэр. Суммон Мэйзи, Гэр. Здесь мы стоимость найма уменьшаем теперь. А, нет, стой, давайте-ка порядок. Порядок нам улучшать. Так, сохранись на всякий случай. Сохранимся, сохранюсь. Сохранимся. А почему я один? Почему я один? Почему я один? Но я здесь не выставлю. Вот это вот у него кто это? Так, доспехи. Всего оружия 34. Офигеть, блин. У него лучников много, они тупо меня перестреляют. Если бы у меня были ещё лучники, я бы без проблем его завалил. У меня, блин, пехота пока надойдёт до него. Мы сейчас сами-то к ним пойдём в гости. Так, здесь у нас... Нормально всё? Нормально. Так, здесь мы... Промышленность давайте-ка поставим. Нам денежка нужна. И... А, ну как раз... Ну-ка, сколько долго тебе? Два хода. Два хода подождём. И... Возьмём с вами... Ещё двоих. Ещё двоих, а пока можно... Так, катапульта нужна нам катапульта или нет? Не знаю, что-то не особо нужна. Я бы лучше... Так вот. Угу. Так, конечно же себе возьмём. Золото. Ммм... Здесь у нас... Нам бы общественный порядок бы поставить, этот... Кофейник. Трапезную, блин. Волки, блин, одни лучники, это капец какой-то. Давайте, наверное, возьмем. Так, налет. Сейчас мы его тогда. А, все, да, можем нанимать. Раз, два. Все, и потом пойдем на него. Так, стрелки и стоимость найма для забияг, для гормобоев. Так, стоимость найма. Тип отношений, давайте, наверное, тип отношений улучшим. Потому что... Мой господин, дипломатия служит для поддержания отношений с другими державами. А, давайте договор о нападении. Прежде чем заключать соглашение, тщательно все обдумайте. Так, встань от нас, встань от противника. Сейчас последний бой, и на этом надо серию заканчивать уже. Военный союз, хорошо. Мой господин. Да, знай не, что. Так. Сука. Иль сейчас убежит. И сейчас... Туда первый прыг. О, ништяк. Ништяк. Сохраняемся. И в атаку. Так. Щаас. перемещаем наш катапульту вместе мед такая у нас катапульта доисторическая поначалу шлемы такие как будто из будущего лазерный прицел нет я стал пытаюсь поставить на возвышенность с возвышенности был пасы прострел до врагов здесь пока не ложкаются знает что делать вот пытается сейчас отправить отряд лучников на локах ну таки не слабая армия так давайте до боя чуть-чуть перемотаем вскоре время а я их жду я увидел что там волки уже на меня пошли решая чуть-чуть выдвинуться и поставить сюда катапульта а следом здесь будут уже мои все время забывая кто есть кто в общем с ружьями кромобои вот пошла жара посмотрим они пытаются быстро ко мне прибежать начинаю их обстрел массу они мне обстреливают в принципе я стою потому что если я уйду они тут же ринутся и мою катапульту разберусь остальные пока идут слабенько конечно катапульта у нас меня быстрее лучников вынесу так а это какие гоблины что таких я и не видел раньше а это же с копьями все 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 так мне тут уже обстреливают я немножко замешкался забыл про них вообще так хочу щит и не понимаете почему я кстати нашел кнопки чтобы поднять щиты блин почему у них щиты подымают а у меня нет чё за фигня ну а сейчас начнется миссию вот пошел пошел бежит 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 так и я пошел тоже и вот здесь вот начинается просадка фпс блин дико понятно почему у меня пока показывает 30 фпс 25 так все таки эти про них я вспомнил и начал движение потому что у них тоже лучников очень много я начал переживать что меня просто обстреляют давайте посмотрим как у нас тут с героем дела обстоят сейчас я его вынесу уж скоро про этих я конечно тоже забыл надо было сюда подальше поставить ну я не умею там хорошо играть поэтому я еще пока учусь можно сказать я ватилу ватилу два часа играл в риг тоже два часа играл ну что нет у меня такой привычки чтобы большую армию управлять это варенье что там по 4 отряд управлять легко ну и все я решил их догнать добить догоняют вот это вот они быстро они все таки пути как писали там медленные ну блин догоняют смочат на пятки наступают ха ха подзатык тынц 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 щитом ха 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 а не тихая я думаю щитом подзатык так а тут че у нас не догоняешь да здесь я не догоняю а вот этих вот догоню подзатык па египет да подзатык надавали и м 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 нефиг было у меня воровать понял так 560 следующий эффект спортзонных пленных блин мне не будет денежки конечно нужны давайте вот так обида выполнена дисциплина плюс 12 о видите то есть и боги типа разгонялись я я не хочу это я лучше заплачу смело делись так здесь теперь теперь вот надо думать мстители пока наверное рано 73 атака вот я не могу понять чуть такое шанс бойцов этого попасть по врагу в так теперь давайте на этом закончим дорогие друзья так уже затянулась серия всем большое спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока